Совместный проект Казанского университета и Российского общества знания. Я очень благодарен, что в качестве этой площадки была выбрана наша территория Казанского университета. Новое здание Департамента внешних связей Казанского федерального университета. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Марья Мякубова. 20 декабря КСК КФУ «Уникс» состоялось торжественное открытие новой мультимедийной студии-лектория Российского общества знания. Все подробности узнавал наш корреспондент. Российское общество знания теперь и в Казани. В КСК КФУ «Уникс» открылась мультимедийная студия-лектория. На торжественной церемонии открытия выступили ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров. Я очень благодарен, что в качестве этой площадки была выбрана наша территория Казанского университета. Мы уже имеем опыт совместной плодотворной работы. И я надеюсь, сегодня стартовав, эта площадка никогда не будет пустовать. Генеральный директор Российского общества знания Максим Древаль. Рад вас приветствовать на открытии этой новой мультимедийной студии-лектория в городе Казань. Это наша третья студия. В Москве открылась летом. Совсем недавно мы открыли двери нашей студии в Сочи. И я очень рад, что в числе первых открывается студия в Казани. Заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Софья Мустафина и другие приглашенные лица. Я вас поздравляю, желаю вам больших успехов, желаю вам участия здесь на постоянной основе. И не только в качестве слушателя, но еще и в качестве в дальнейшем, я надеюсь, в качестве лектора. Пользуясь случаем, генеральный директор Российского общества знаний вручил ректору Казанского университета диплом. Далее участники перерезали торжественную ленточку в честь открытия новой студии. Студия-лектория начала свою работу с просветительского мероприятия «Марафон открытий». В рамках которого состоялись три панельные дискуссии. Может быть, еще даже насчет какого-нибудь маленькой студии еще и здесь можем поговорить, в Казанской Федерации. Мы говорили сейчас о территории нашей обсерватории, где открывается центр изучения дальнего и ближнего космоса. Поэтому мы с Иваном уже ездили, смотрели эту площадку, мы готовы. Спикеры также поделились успешными кейсами с запуском IT-стартапов. Поговорили об инновациях в сфере образования. Вот эти студии, которые мы создаем по всей стране, студии-лектории, мультимедийные центры, это способ как раз-таки с одной стороны сделать более доступным знания на местах в каждом уголке нашей страны, с другой стороны дотянуться до самых интересных, подающихся лекторов и дать им некий такой социальный лифт, трамплин на федеральный масштаб. Наш университет, он и по своей миссии, он должен заниматься кроме науки, образованием, в том числе и просветительством. Причем эта функция заложена с самого начала, до основания университета в 1804 году еще. Казань уже в третий раз становится площадкой для просветительских мероприятий общества знания. Ранее трансляции майских и сентябрьских марафонов нового знания набрали более 200 миллионов просмотров. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универ Ньюс. Руководящий состав вуза посетил обновленное здание Департамента внешних связей Казанского федерального университета. Подробнее в нашем следующем сюжете. Здесь сделано все для удобства и на сегодняшний день достаточно площадей. Тимир Хамбулат сказал, что было принято решение и облагородить подвал для того, чтобы была какая-то зона. Основными направлениями работы ДВС являются развитие международного сотрудничества и образование с учетом приоритетов стратегии интернациализации КФУ. Изначальная задумка состояла в том, чтобы в одном пункте иностранные студенты могли решить все вопросы, связанные с миграционным учетом, продлением ВИЦ, получением документов и справок. Собственно, здесь реализована концепция, концепция функционального центра. Здание разделено на два блока. Мы находимся сейчас в здании помещения МФЦ. Для иностранных абитуриентов был запущен Телеграм-бот с целью повышения их осведомленности о деятельности университета и облегчения процедуры приема. Раньше очереди в МФЦ выстраивались именно из-за принципа «я только спросить». Во избежание проблемы иностранному гражданину теперь приходит оповещение об окончании приема документов, начале вступительных испытаний и других вопросах. В рамках осмотра нового здания также состоялось совещание, на котором обсуждались задачи МФЦ на 2022 год. Среди них повышение уровня локализации сервисов, организации аутсорсинга услуг по визовому сопровождению, иммиграционному учету, а также загрузка помещений новыми видами активностей иностранных студентов. Далее в ходе совещания были продемонстрированы дизайн-проекты нового корпуса КФУ, IT и киберфизические технологии и центра Иудаики. Нам нужно, чтобы данный центр был интегрирован в образовательный процесс, точно так же, как по центру исламика и по центру православия. На встречу также обсудили ход проектных и ремонтно-строительных работ в КФУ. Экспедицию проректора по направлениям нефтегазовых технологий Даниза Нургалиева в Антарктиду, а также предложений к сотрудничеству с организацией «Космос-регион». Надежда Мещерякова, Фаридзе Хитаглы, Универньюз. 20 декабря состоялся вручение дипломов и официальное завершение стажировки студентов из Узбекистана. Мероприятие проходило в здании Института психологии и образования Казанского федерального университета. Сегодня мы завершаем нашу стажировку преподавателей из Коканского государственного педагогического института. На базе Института психологии и образования проходила стажировка преподавателей высшей школы. На сегодняшний день отчитано 324 часа академических для преподавателей, прибывших к нам из Солнечного Узбекистана. В пользу случая я хочу отблагодарить руководство страны, руководство института и руководство ректора именно Айтар Мансуручу Калимовину и профессора-педагога Альфеара Афисовна. Огромное им спасибо. В императорском зале главного здания Казанского федерального университета прошел финал и торжественную церемонию награждения победителей и призеров 10-го республиканского открытого правового турнира для обучающихся 8-11 классов образовательных организаций Республики Татарстан. По итогам данного мероприятия были определены победители. В Институте международных отношений Казанского федерального университета завершил свою работу программа «Международный деловой протокол и этикет», подготовленная МГИМО специально для сотрудников и студентов КФУ. Все подробности узнавала наш корреспондент. Программа «Повышение квалификации. Международный деловой протокол и этикет» была создана сотрудниками Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел России специально для студентов и преподавательского состава Казанского федерального университета. Напомним, бесплатная программа стартовала 16 декабря. За два дня наши участники, это 200 человек, это не только студенты международники, это и студенты других направлений подготовки, таких как лингвистика, антропология, этнология, история, востоковедение, африканистика, зарубежное регионоведение, регионоведение России, а также студенты других структурных подразделений Казанского федерального университета. В том числе, я знаю, у нас принимает участие и филиалы нашего университета, и их сотрудники, и студенты, магистранты, и аспиранты. Также в программе приняли участие сотрудники департаментов по молодежной политике и внешних связей. Среди тем, которые были представлены, этикеты протокола деловых контактов, визитные карточки и их протокольные возможности, государственная символика и другие. В связи с пандемией мероприятие прошло в гибридном формате. Эта программа как раз таки создана для того, чтобы улучшить, укрепить знания, умения и навыки по диппротоколу. И эта программа позволит нашим сотрудникам и студентам в дальнейшем получить и удостоверение о прохождении курса повышения квалификации. Всего участники программы повышения квалификации прослушали шесть лекций от ведущих спикеров МГИМО Медроссии. Также были проведены мастер-классы, но уже в онлайн формате. Елизавета Никитина, Хафиз Гараев, Универньюз. Завершился Кубок Университета по мини-футболу 2021. В финале сражались Институт международных отношений, Институт управления экономикой и финансов. В этой конкурентной борьбе победу удалось одержать экономистам, которые подняли заветные трофеи над головами. Они стали чемпионами в 2021 году, с чем мы их, собственно, и поздравляем. На этом все. В студии была Марья Мякубова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!